Ладно ребята, давайте в последний раз. Меня зовут Виталий Веселов и я главный фанат Человека-паука. С 10 лет я смотрю и играю во все игры про Человека-паука. Недавно даже сделал видео, в котором я оцениваю почти все игры про этого супергероя. И конечно же, как и многие другие, я ждал новую игру Spider-Man 2, а остальное вы знаете. Я купил PlayStation 5, проходил игру на стриме, сделал пару видосов и обещал вам полноценный обзор, как только выбью платину. И сколько бы времени это и не заняло, я наконец-то это сделал. Пускай она была и простая, но на это у меня ушло около 35 часов. И я наконец-то готов вам представить свое объективное мнение по игре Marvel Spider-Man 2. Ребятки, еще раз всем привет. И наконец-то я могу с вами открыто поговорить об игре Spider-Man 2 на PlayStation 5. С момента выхода игры прошла уже неделя, даже чуть больше. За это время я естественно игру уже прошел, даже на 100%, выбил в игре платину. Пускай игра была не супер длинная, но заняло у меня это примерно неделю, ну с учетом всех достижений. В общей сложности у меня на все про все ушло где-то 35 часов, ну 37 по-моему если не ошибаюсь. Это учитывая то, что я игру играл неторопливо, я максимально все изучал, всякие пасхалки находил и так далее. И в принципе этого времени хватает, чтобы получить те эмоции, которые игра тебе дает. И насладиться этим прекрасным проектом. И пускай игру я прошел еще в первые 2 дня, я осознанно не делал полноценный обзор, поскольку мне было интересно, а что же другие люди скажут об этой игре. Я посмотрел много других обзоров, я посмотрел оценки пользователей, обычных не журналистов об игре. И в целом общее мнение, общие оценки сходятся на том, что это неплохая игра. Довольно хорошая даже сказал бы игра, это достойное продолжение первой части, в которую разумеется стоит поиграть, если вам так же понравился первый паук. Разумеется есть пара душнил, которым игра не зашла, как по мне они слишком просто серьезно к этому проекту отнеслись и окрестили игру DLC за 70 долларов. Смешно, конечно, за этим наблюдать, самое забавное, что многие это подхватывают, в основном те, у кого нет PS5 и не могут в игру поиграть сами. Единственное, что у них остается, это говорить, что это DLC за 70 баксов, в котором ничего не поменялось. И главная цель этого обзора это понять, а это все-таки полноценный проект или это реально DLC к первой части за полноценный прайс. Я обещаю, что я буду максимально объективным, я в первых роликах был, сразу говорю, не объективный, кто их смотрел, и там у меня были эмоции, первые впечатления. Здесь же, спустя неделю, я остыл от игры, уже успел отдохнуть, скажем так, и сформировал свое объективное мнение. В общем, надеюсь, вам будет интересно и полезно, возможно, даже весело, поэтому ставьте лайк и мы начинаем после небольшой рекламы. Я думаю, что нет смысла объяснять, какая сейчас ситуация в стране и какие сейчас высокие цены абсолютно на все, включая наши любимые игры. И в данное время покупать игры по официальному прайсу, это, конечно, очень дорого. Тот же Marvel Spider-Man 2 стоит от 6 тысяч рублей, что, конечно же, очень дорого. И в такое непростое время мне будет приятно вам порекомендовать сервис Game Swim, в котором вы можете купить абсолютно любую игру для своей консоли PlayStation 5 по очень выгодным ценам. Я не шучу, здесь цены буквально в два раза ниже, чем официальные. К примеру, тот же Marvel Spider-Man 2 вы можете приобрести в два раза дешевле за 3600 рублей. И плюс к этому, используя мой промокод веселов10, вы получаете скидку в размере 10% на абсолютно любую покупку. Это еще одна дополнительная выгода и еще одна причина купить игру именно в магазине Game Swim. В отличие от других магазинов, данный сервис максимально открытый и даже показывает всю свою внутреннюю кухню в группе ВКонтакте. Если вам реально было интересно, а сколько зарабатывают подобные магазины, то здесь все публикуется в открытом доступе. Администраторам нечего скрывать, что вызывает большое доверие. Ссылка на сайт сервиса и группу ВКонтакте будет в описании и в закрепленном комментарии к этому видео. И не забудьте про мой промокод. Скидочки же все любят. Начнем, пожалуй, с сюжета. Постараюсь без жестких спойлеров. Но на самом-то деле спойлерить-то особо и нечего. То есть это типичный сюжет про Человека-паука. Если вы понимаете, как строятся фильмы, сериалы и игры про Человека-паука, то сюжет здесь, в принципе, понятен с первых секунд. Ну типа, чуваки, камон, вы сами прекрасно понимаете, что из себя представляет Человек-паук. Я думаю, что многие из вас знают лора этой игры. Все прекрасно понимают, что такое симбиот, кто такой Веном, как симбиот влияет на сознание, на разум носителя. А все прекрасно знают, что у Питера Паркера будет черный костюм. Это показывали в самом первом трейлере. Поэтому я думаю, никого не удивить тем, что Питер Паркер вдруг оказывается будет какой-то момент злой. Как бы это во всех играх, во всех сериалах, фильмах было, когда у него был черный костюм. Поэтому я не думаю, что есть смысл такие моменты скрывать. Но вот есть смысл скрывать, как он именно получил черный костюм. Это вот интересно. Такое спойлерить, конечно же, не буду. В общем, как я уже сказал, здесь сюжет типично Человека-паукский. Но стоит отметить, что это уникальный сюжет. Как я понимаю, он построен на собственном видении автора. Не на каком-то там комиксе, не на каком-то фильме, сериале. Он здесь довольно уникальный. Событие игры это прямое продолжение прошлых игр про Паука. Нам рассказывают историю Питера Паркера и историю Майлза Моралеса. У них плюс-минус одинаковые проблемы. Они Человека-пауки и они не успевают заниматься своей личной жизнью. Питер позрослел, лишился тети. Ему нужно платить за дом. И разумеется, ему нужна работа, которую он нашел. Но тут же потерял, поскольку вторая личность не дает ему нормально заниматься своей карьерой. Также и Майлз Моралес. Ему нужно поступить в колледж. Для этого ему нужно написать эссе. Но он не может, потому что все его мысли заняты только Питером Паркером. Как бы ему помочь, как бы быть Человеком-пауком. И в отличие от сюжета Питера, сюжет Майлза на этом, в принципе, и заканчивается. Все, что он хочет во время всей игры, это быть нужным Питеру Паркеру. Хочет быть напарниками. У Майлза Моралеса есть свои отдельные сюжетные, скажем так, линии, по которым он отдельно идет без участия Питера Паркера. На главный сюжет они особо не влияют, но это не делает их менее интересными. Есть сюжетная линия, где ему нужно помогать студентам своей бывшей школы. Мы там кому-то помогаем что-то сфотографировать, кого-то пригласить на свидание и так далее. Но самое мое любимое, это именно ветка, когда нам нужно расследовать похищение древних инструментов от различных известных музыкантов. Они поступают все эти задания постепенно, ты их не можешь пройти сразу разом. Это, скажем так, помогает немножко разнообразить главный сюжет. А основной сюжет уже строится вокруг Питера Паркера и его старого друга Гарри Осборна, который возвращается после тяжелой болезни. Мы это знаем еще и с первой части. И вот развитие и сюжет вокруг Гарри, вокруг Питера, там еще и Мэри Джейн добавляется. Мне это нравится. Это очень хорошая связка, которая, по сути своей, оттесняет Майлза Моралеса. В прямом смысле есть миссия, где они все знакомятся, но Майлз такой типа, эй, ладно, я пошел, типа, я здесь как бы лишний. И типа, да, Майлз Моралес в этом сюжете, он в принципе не нужен. Я понимаю, что ему нужно было сюда всунуть второго паука, у нас же здесь типа Спайдермен 2, значит, паука должно быть 2, наверное, так они мыслили. На самом деле, Майлз Моралес здесь, кроме как в последних миссиях, то и не нужен. Он только помогает продвигать сюжет дальше, буквально перед самым концом, не буду спалерить. Понимаете, весь сюжет строится реально вокруг Питера Паркера, вокруг Гарри Осборна, вокруг Мэри Джейн и вокруг Крэйвена Охотника, который прибывает в этот город, дабы найти себе достойного соперника, от которого он готов будет умереть. Кстати, Крэйвен мне показался довольно-таки интересным персонажем, они отлично его показали, дали ему мотивацию хорошую. Показали, что он настоящий русский, он пьет водку. В общем, Крэйвен здесь является ключевым двигателем сюжета. Он запускает события, он их продолжает, но не заканчивает. Но основной сыр-бор именно из-за него. Он ищет себе, опять же, достойного соперника, он освобождает всех опасных заключенных, которых впоследствии некоторых убивает, некоторых не сумеет убить, каких именно, опять же, не буду спалерить. И самое главное, что все эти события, они превращаются в какую-то кашу. До выхода игры, я думал, что в игре будет очень много злодеев, и все это превратится в большую кашу. Нет, это не так, сюжет строится только лишь вокруг двух, по сути, злодеев в этой игре. И главный сюжет, он, в принципе, насыщен на события. Без лишней каши, ничего лишнего не добавили и ничего не упустили. И, как мне кажется, самое главное, что в конце главные герои приходят к какому-то выводу. Концовка у нас намекает на продолжение, будет также и третья часть, наверное, уже завершающая. Как я понимаю, хотя Человек-паук это очень, скажем так, хорошая, дойная корова. Поэтому, возможно, будет еще и четвертая, и пятая. Я, в принципе, не против. В общем, как мне кажется, сюжет здесь на 9 из 10. Ну, типа, минус балл за Майлзом Раллиса, мне показался он здесь лишним. Лучше бы сделали про него также отдельную игру. Если вам нравится супергеройщина, вам нравится Человек-паук, то данный сюжет вам также понравится. В отличие от первого паука, он, типа, менее эмоциональный, с чем я, конечно же, не согласен. Главное отличие лишь в том, что первый паук, когда заканчивается, у вас эмоции по типу «Блин, да как же так? Ты грустишь?» А здесь, когда игра заканчивается, у тебя только одна эмоция. Вау! Вау! Это было круто! Ты просто от игры получаешь другие эмоции, не такие, как в первом пауке. Но это не делает сюжет хуже. Просто игра дает тебе разные эмоции. Если в первой игре ты грустишь, то в этой игре ты просто, типа, вау! Вау! Это было здорово! Я думаю, что это лучше всего описывает сюжет в этой игре. И давайте уже поговорим о геймплее в этой игре. Давайте коротко. Он классный. Это именно тот геймплей, который ты хочешь получить от игры про Человека-паука. Но давайте чуть подробнее про это поговорим. В отличие от первого паука, геймплей здесь кардинально не отличается. То есть, основная формула, скажем так, основа, она осталась такая же. То есть, смотрите, разработчики взяли основную формулу, работающую формулу из первой части, и улучшили ее во второй части. Добавили, допустим, к полетам новые возможности, увеличили скорость, увеличили различные анимации, добавили винг-сьют. Ты стал гораздо быстрее по этому городу перемещаться. Опять же, есть винг-сьют, который ты комбинируешь постоянно с полетами. Это невозможно отдельно рассматривать, потому что ты на паутине разгоняешься, включаешь винг-сьют, куда-то долетаешь, включаешь снова паутину, снова винг-сьют, потом бежишь по стене. Это классно, это круто! Да, это типа нереалистично. Нам же всем так нужен реализм в игре про супергероев. Ну, конечно. Разработчики добавили пару функций, которые добавляют, во-первых, урона впадения. Это типа реалистично, опять же. Также добавили возможность регулировать помощь при полетах. Я думаю, что это сделано для того, чтобы закрыть рот душнилом, которые говорили, что вот, полеты слишком простые, одну кнопку нажал, бла-бла-бла, человек-паук цепляется за все, что угодно, анимации типа прерываются. И честное слово, как они меня эти люди бесят. Чуваки, это игра про Человека-паука. Я не хочу в этой игре смотреть на то, как Человек-паук куда-то вечно цепляется, падает. Зачем? Зачем мне это? И по этому городу я хочу мчаться, безостановочно куда-то лететь на какое-то преступление. И мне плевать, что полеты нереалистичные. Чуваки, это игра про супергероев. Тут реализм априори невозможен. Перемещение в такой игре должно быть динамичное, красивое, удобное. И в этой игре именно такое перемещение с помощью паутины и винг-сьюта. И это не потому, что я какой-то казуал. Нет, просто игра Человек-паук это не про сложные механики полетов или боевки. Здесь должно быть все интуитивно понятно, чтобы ты играл на расслабоне и создавал некий танец, чтобы игра была красивая и доставляла тебе эстетическое удовольствие. Если я хочу более тяжелую, сложную, замудренную механику в игре, то я иду и играю, не знаю, там в Death Trading или Dark Souls со сложной боевкой. Но я не хочу видеть подобное в этой игре. Я хочу просто быть Человеком-пауком и на расслабоне, откинувшись, наслаждаться этой игрой. И, кстати, раз мы заговорили про Dark Souls, давайте поговорим про боевку в этой игре. Во-первых, большую часть времени в игре ты дерешься. К каждой миссии ты должен драться. То есть, процентов 70 от всего геймплея это чисто боевка. И с таким, скажем так, экранным временем на боевку, боевка обязана быть интересной, увлекательной и, самое главное, она не должна тебе надоедать. Исправились ли с этим разработчики? Да, да, они взяли, по сути, прошлую формулу боевки, опять же, добавили ее в эту игру и улучшили. И это классно. И ничего больше от нее не нужно. Это интересная, динамичная боевка, где ты в каждой боевой сцене используешь разные гаджеты, разные способности, которые ты можешь комбинировать, потому что со временем открываются новые способности. У тебя выделено на гаджеты и способности 4 окошечка, ты их комбинируешь, как-то переставляешь, но я имею в виду способности, потому что гаджетов здесь всего лишь у нас 4, не включая паутины, инжекторы. Что, честно говоря, меня немножко расстроило, потому что в прошлой части, в первой, гаджетов было куда больше, и ты постоянно их комбинировал, то есть возможности кого-то убить у тебя становится больше. Я понимаю, почему они их убрали, потому что многими ты не пользовался постоянно, но все равно иногда ты что-то мог использовать. Но все равно даже так, бои очень интересны, и опять же, почти каждый бой, он уникальный, потому что ты пытаешься всегда по-разному вот уничтожить своего врага, используя разные гаджеты, разные способности, комбинируя все это, использовать разные комбинации, это классно, это просто красивый, интересный танец. Но в отличие от первой части, игра стала сложнее. Я вам клянусь, чуваки, на некоторых боссах, да даже на некоторых обычных врагах, когда их много, я иногда переигрывал, а некоторых боссов я раз по 10 пройти не мог. Я играл на максимальном уровне сложности, и всем советую, потому что от этого играть только интересней. У врагов появились некоторые удары, которые тебе необходимо парировать. В этой игре появилось парирование, это отражение удара, с дальнейшей контратакой. И к примеру, когда у тебя огромная куча врагов, различных типов, есть громилы, есть обычные, и тебя со всех сторон атакуют, тебе иногда сложно за всем следить, и ты часто пропускаешь парочку ударов. Врагов много, они разных типов, используют разные также гаджеты, и плюс к этому бывают разные группировки врагов. Для добавок к этому, они еще используют глушилки, которые блокируют твои способности, и когда они их включают, тебе необходимо определить источник глушилки и уничтожить его в первую очередь. А если мы поговорим про боссов в этой игре, то, чуваки, это какой-то уже Dark Souls начинается, потому что у босса есть большая полоска ХП, у него есть разные стадии, у него разные анимации, некоторые ты можешь контрить, некоторые нет, некоторые тебе нужно парировать, и, чуваки, это реально Dark Souls, тебе нужно заучивать комбинации босса, чтобы, ну, не ошибиться, и, грубо говоря, убить его. Я реально почти на каждом боссе проигрывал, ни одного, по-моему, босса я не прошел с первого раза. Опять же, я играл на максимальном уровне сложности. И если в первой части, опять же, боссы это были болванчики заскриптованные, и тебе было интереснее драться с обычными врагами, то здесь, здесь нет. Боссы, они реально интересные, с ними хочется драться, они тебе дают челлендж. И вот именно такая система битвы с боссами мне нравится больше всего. Когда у врага есть полоска ХП, у него есть разные ульты, разные стадии, у него урон гораздо больше, чем у тебя, это прикольно, это интересно, это увлекает, это сложно есть челлендж. Еще раз, чуваки, большую часть времени в этой игре мы именно деремся, и драться не надоедает. И я считаю, что это главное. Но ни одной боевкой геймплей богатый. В игре есть также головоломки, которые стали куда интереснее, чем в первой части. Они такие же простые на самом-то деле, но разнообразие геймплей помогают. Также, как в первой части, по городу разбросаны разные дополнительные активности в виде доп-миссий, различных сборов предметов, каких-то случайных событий. И это также интересно проходить, это помогает тебе не заскучать во время прохождения основной игры. К примеру, вот ты прошел миссию, летишь на следующую, и по пути тебя встречается какое-то преступление. Ты помогаешь людям, а дальше ты видишь какой-нибудь предмет коллекционный, ты собираешь его, или какую-то доп-задачу также выполняешь. Это, знаете, не останавливает постоянный геймплей, постоянный сюжет. Тигра всегда дает тебе какое-то событие, ты всегда в тонусе. И самое главное, что по итогу сборов, допустим, всех предметов, ты получаешь какой-то итог в виде какой-то маленькой сцены. Плюс при выполнении каждой задачи, при собирании любого предмета, ты получаешь дополнительные комментарии, там, не знаю, допустим, сфотографировал какое-то здание, и тебе чувак по телефону рассказывает какую-то маленькую историю, связанную с этим городом. И все это вкупе тебе дает игру, в которой ты не скучаешь, ты всегда с чем-то занимаешься, чем-то интересным. И в супергеройской игре, наверное, это главное. Но все равно есть небольшая проблема, скажем так, во всех этих доп-задачах. Дело в том, что игра очень часто делает референсы к первой части. Опять же, игра, в принципе, построена на формуле первой успешной игры. Здесь также все это работает, но вот в плане доп-активности мне хотелось бы чего-то уникального. То есть, к примеру, у нас в первой части были лаборатории Гарри Осборна, где мы помогали окружающей среде, миру и так далее. Здесь также есть похожие лаборатории, у них другие миссии, они по-другому проходятся, другой сюжет и так далее, в общем, все другое, но основная структура здесь осталась такая же. И также, допустим, с фотографиями, ты также фотографируешь какие-то события в городе, собираешь какие-то коллекции. В общем, очень, очень натянута, но за это я даю игре реально минус. Именно вот в доп-активностях хотелось бы какого-то разнообразия. Но все равно, опять же, даже так это интересно проходить. Просто я еще недавно перепроходил вот первые как раз части, поэтому, наверное, мне это так бросилось в глаза. А в принципе, если вы давно прошли первого паука или Майлза Моралеса, то вам также все это будет интересно. И если вы будете проходить игру, то ни в коем случае не пропускайте дополнительные чуваки задания. Они действительно интересны. Мне сильно запомнилась миссия, когда девушка попросила помочь Человека-паука найти ее дедушку, который где-то потерялся. Все это сделано на уровне. Ты приходишь на место, где бы все раз его видели, исследуешь местность, находишь подсказки. Все это с комментариями от Человека-паука или от дополнительных персонажей. Ты делаешь с помощью головоломки специальную формулу, которая показывает тебе след запаха что ли этого дедушки. Ну, не важно, короче. Потом ты по этому следу куда-то идешь, ты след теряешь, потом снова на него выходишь. Находишь этого самого дедушку, который, оказывается, пришел на место своей любимой жены, которая уже погибла. Получаешь прекрасный душевный диалог. И как же было здорово проходить вот такие миссии. Они помогают тебе отвлечься от основного сюжета, как-то разнообразить его. И я всем рекомендую их обязательно пройти. И вот все это вкупе с интересным геймплеем, с интересным основным сюжетом, с интересными доп-активностями в это интересно играть. Это действительно очень хорошая качественная игра про супергероя. Это важно понимать, что это просто хорошая игра, я бы даже сказал лучшая игра про супергероя на данный момент, потому что других-то игр просто нет про супергероев подобных. Была серия Бэтмен Архем, это была прекрасная серия игр, но она закрылась, сделали этот ублюдский Архем Бэтмен Сити, что-то такое, короче, парашу тупую, которую никому не понравилось, и все, все, игр больше про супергероев вообще же нет. Поэтому на фоне ничего, Спайдермен является реально лучшей игрой про супергероя, про Человека-паука. Я ей заслуженно поставлю 9 из 10, это прекрасный проект, который мне дал огромную кучу эмоций, я активно в него играл всю неделю, и вот реально, чувак, я не помню, когда я последний раз играл в какую-то игру, просто всю неделю хотел пройти домой побыстрее уже проиграть в Человека-паука. Такие игры выходят не так часто, ну, лично для меня. Возможно, конечно, у вас другое отношение к супергероям в принципе, вам такие проекты не нравятся, важно понимать, для кого эта игра сделана, для любителей Человека-паука, для любителей супергероев, конечно, если вам не нравятся подобные темы, вам это не понравится, вы будете слишком серьезно к проекту относиться. Это не такая игра, где нужно сидеть и разбирать сюжет на какие-то нелогичные моменты, что вот Питер Паркер почему-то там кого-то не убил, почему он такой, так это же супергерой, чуваки, это супергерой, это не серьезные проекты, это просто развлекалово, как фильмы Марвел. Игра и называется Marvel Spider-Man. Мой вердикт, что это, конечно же, не DLC за фулл прайс, но это только дурачок так будет говорить. То, что игра похожа на первую часть, да, похожа, да, структура такая же, но игра-то полностью переработана, изменен геймплей, другой сюжет, другая графика, все в этой игре другое, структура такая же. Чуваки, колда выходит почти каждый год с минимальными изменениями и ничего, покупаете же, играете же и не жалуетесь. А тут такой проект с такими эмоциями, вау, ну это же круто, это крутая игра, которую я считаю стоит поиграть. И если вам реально нравится, вот это очень важно, что если вы подходите по целевую аудиторию этой игры, разумеется, если вы какой-то серьезный мужик, который никого-то руму вообще не вкатывает, ни Марвел, ни супергеройщина, конечно вам игра не понравится. Но если вам нравится супергеройщина, нравится Человек-паук, то я всем рекомендую купить и поиграть эту игру. Я уверяю вас, она вам даст незабываемые эмоции.